Здравствуйте! Сегодня мы будем делать и снимать операцию по установке дентальных имплантов. Пойдемте? Планируем размещение импланта и подбираем размер по компьютерной томографии. На видео программа для чтения КТ Romics Viewer. Сначала выделяем нижнечелюстной канал. Для этого выбираем в программе соответствующий значок. На поперечном срезе нижнечелюстной канал хорошо виден. Отмечаем его на всем протяжении, где мы планируем устанавливать имплант. Когда выделение канала закончено, во всех проекциях он прослеживается красного цвета. На поперечном срезе видно, что форма альвеолярного отростка неудобная для имплантации из-за выраженного гребня с язычной стороны. В этом случае вариантов имплантации два. Первый – удалить гребень. Второй – установить имплант вестибулярней. Выбираю второй. Измеряем ширину кости и высоту до нижнечелюстного канала. Размер импланта должен быть такой, чтобы с каждой стороны остался запас кости не менее двух миллиметров. Я планирую установку израильского импланта MIS модификации 7 длиной 8 миллиметров и диаметр 4,2 миллиметра. Выбираем в программе макет импланта и изменяем размер на 4,2 на 8. Мы видим, что установить его можно, но при этом получим оголение вестибулярной части импланта при шеечной области. Его мы закроем костной стружкой, которую получим при разработке посадочного места для импланта. Продолжение следует... Завершаем препарирование финальной одноразовой фрезой, которая идет в наборе с имплантом. Операция имплантации прошла успешно. Мы отпустили пациента на 10 дней для заживления слизистой. Через 10 дней мы снимем оставшиеся нитки. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...